Итак, воюет ли в Украине регулярная российская армия? Специально для россиян, буквально на пальцах доказываю присутствие российских войск в Украине. Начнем с денег. Сколько стоит эта война? Пятидневная война в Южной Осетии стоила России 540 миллионов долларов. На Донбассе война идет 8 месяцев. Путем несложных подсчетов получаем ни много ни мало, а 120 миллиардов долларов. Это общая стоимость всех задействованных ресурсов. Ну, то есть трактористы и шахтеры Донбасса скинулись на эту сумму и купили себе все необходимое в военторге. А это сотни танков и бронемашин, ствольная реактивная артиллерия, новейшее вооружение, стрелковое оружие, ракеты, патроны, снаряды, гранаты, топливо, провизия и много еще чего. Восемь месяцев так называемое ополчение ведет военные действия. Вопрос на логическое мышление. Кто снабжает войну? Ведь совершенно понятно, что таких ресурсов у сепаратистов нет. Посмотрите еще раз внимательно на сумму. Значит, у кого-то в этом регионе свои интересы. У кого же это? Кто во всем мире выступает адвокатом так называемых ЛНР и ДНР? Все знают, что это Россия, которая считает Донбасс частью русского мира. Интересы ЛНР и ДНР на международной арене представляет российская государственная власть. В Минске Владимир Путин лично торговался о выгодных условиях для так называемых народных республик. В общем, то, что у России есть свои интересы на Донбассе, тоже никому доказывать не нужно. Теперь давайте о людях. Того, что в Украине воюют россияне, не скрывает даже Путин. А во всех телевизорах России регулярно показывают бравых русских наемников. Правда, про регулярный груз-200 предпочитают умалчивать. Короче, того, что русские воюют в Украине, опять же, доказывать не нужно. Однако самые главные русские в этой войне – это офицеры российской армии и ФСБ, которые фактически командуют так называемым ополчением. Российские кураторы контролируют эффективное использование колоссальных ресурсов, которые тратятся на эту войну. Трактористам и шахтерам Донбасса этого бы никто не доверил. Еще раз смотрим на сумму. И в итоге мы видим российские деньги, российское вооружение, российское регулярное снабжение – боеприпасами, топливом, новой техникой, финансами и так далее. Плюс российское пушечное мясо, а также российские офицеры и российское командование. Но и самое главное – никто не скрывает российских интересов. А теперь вопрос на логическое мышление. Так кто же воюет с Украиной? Как ни назови эту армию – регулярной, оккупационной или армией вторжения, но чьей еще может быть армия, которая воюет на российские деньги, российским оружием, российскими солдатами за российские же интересы? И ежу понятно, что это российская армия в Украине. И если уж так посмотреть, то это шахтеры и трактористы Донбасса являются наемниками российской армии на востоке Украины. Россияне, ваша страна нагло и бесцеремонно вторглась в наш дом. Вы убиваете лучших из нас, однако знайте, что война – это бумеранг, и она всегда заканчивается в столице агрессора. Включайте мозг и делайте выводы. Продолжение следует...